Жильцы дома на улице Весенняя, 38, уже не первый год страдают в сезон дождей. Ведра и тазики в квартирах и подъезде стали привычной картиной. Вот это течет по стенам верхних этажей, а на первых люди страдают от сырости и зловония. Подвал дома затоплен канализацией. Крышу многоэтажки не раз латали, но проблема так и не решилась. Жильцами дома встретилась моя коллега Фатима Задзоева. Даже не заходя в квартиру, видно, что крыша здесь протекает не первый год. Обратите внимание, потеки настолько сильные, что их следы видно даже на полу. А с этой стороны видно, что вода заливала даже электрощиток. Короткое замыкание здесь может произойти в любой момент. В подъезде стоят ведра, но это не спасает, особенно в разгар ливней. В сезон дождей здесь невозможно пройти. 30 мая 2021 год. Весенняя, 38, одноподъездный дом. Вот что творится на девятом этаже. Эти кадры прислал в редакцию житель дома на улице Весенняя Сергей Петросян. По его словам, с тазиками и краской для потолков здесь не расстаются уже пять лет. От многолетних потопов везде плесень. При первом же дожде, в грозе и граде у нас бывает затоп. То есть, если лодку надуть маленькую и круг для моря, то, вы знаете, он поплывет. Вот это у нас происходит здесь на этаже. Жильцы не раз обращались в службу жилищного надзора. После очередной проверки ответ один. Управляющей компанией выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Ремонт кровли радует лишь до очередного дождя. Плесня-то невозможна. При открытых окнах спим, в шапке, в тёплых одеялах. Вы поймите, что вот это всё происходило на протяжении пяти лет. И пока рабочие в очередной раз латают крышу, аналогичные пятна появляются на потолках квартир этажом ниже. На восьмом этаже уже с девятого спустилась на восьмой. Протекает постоянно. Другой раз летом даже можно собирать здесь воду. Вот недавно идут дожди. Вот недавно был дождь. Можно было лодку. И плавать нам всем здесь. Обои постоянно у меня отваливаются. В то время как по стенам верхних этажей течёт вода, жильцы нижних этажей вынуждены страдать от зловонья. Из-за засора весь подвал затоплен канализацией. Больше всего страдают жильцы первых этажей. Труба, которая отвечает за канализацию, она как только забивается, у нас все отходы выходят в подвал. Естественно, это всё пахнет не очень приятно. Также там бывают животные у нас водятся. Ещё нам сделали вот такой кукольный театр. Зимой это всё мёрзло. В общем, у нас не было отвода. И вся вода заходит у нас в подвал опять-таки. В управляющей компании говорят, вопрос с трубами сегодня уже решён. А вот с крышей всё сложнее. Объясняют, дому необходима полная реконструкция кровли. А это не их зона ответственности. Там не в этом вопрос. У них пока по ремонту около 5-6% сбор. Там платят 7-8 квартир. Хочу обратиться даже к собственникам, ко всем. То, что капремонт проводят, они не проводят тоже просто так откуда-то достать деньги. Они это смотрят, мониторят всё. И если процент оплаты есть, то они проводят этот ремонт. Я как знаю, там 80% оплат должно быть. И если будет процент оплаты, то можно и с директором их ним поговорить, капитального ремонта. И я думаю, они пойдут тоже на встречу. Люди предполагают, что чердачное перекрытие под воздействием постоянного скопления воды может сгнить и рухнуть на головы. Но жильцы всё же верят, что могут дождаться решения проблемы. Фатима Задзоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Новости Осетии.